Кнут Гамсун. Соки земли. Глава вторая. Однажды Ингер опять наложила припасов в свою телячью сумку и сказала. — Пойду проведать своих. — А-а-а, — промолвил Исаак. — Да, надо потолковать с ними кое о чем. Исаак не сразу пошел за нею, а порядочно помедлил. Когда он, наконец, проковылял за дверь, отнюдь не выдавая своим видом любопытства и тяжелых предчувствий, Ингер уже едва виднелась на опушке леса. — А ты вернешься? — крикнул он, не в силах совладать с собою. — Неужто не вернусь? — отозвалась она. — Придумаешь тоже? — А-а-а! И вот он опять остался один. — Ох, господи! Полный сил и жадный на работу, он не мог расхаживать по землянке и зря топтаться на месте, а принялся за дело, стал ворочать бревна, обтесывать лисины с обеих сторон. Проработал до вечера, потом подоил коз и лег спать. Пусто и тихо в землянке, тяжким молчанием веяло от дерновых стен и земляного пола, глубоко и серьезно ощущал он свое одиночество. Но прялка и чесальные доски стояли на своем месте, и бусы на нитке лежали аккуратно припрятанные на полке под потолком. Ингер ничего не унесла с собою. Но Исаак был так бесконечно глуп, что в белую летнюю ночь на него напал страх темноты, и ему чудилось, что Бог знает, кто крадется под окнами. Часа в два, судя по свету, он встал и позавтракал, уплел огромный горшок каши на весь день, чтобы не тратить время на новую стрепню. И до вечера поднимал целину в прибавок к картофельному полю. Три дня он вперемешку тесал бревна и взрывал землю, а вось Ингер придет завтра. Не беда, если он припасет рыбы к ее возвращению. Он не хотел пойти к ней навстречу прямиком через скалы и пошел кружным путем к рыбалке. Он забрался в незнакомые места в скалах. Тут выселись серые горы и темно-бурые горы, и валялись мелкие камни, тяжелые, словно из свинца или меди. В этих темных камнях могло быть много добра, может, и золота, и серебро. Он не знал в них толку, и ему было все равно. Он спустился к реке. Рыба хорошо клевала ночью под звенящим комарами небом. Опять набралось целое ведро окуней и горных форелей. Пусть-ка Ингер посмотрит. Возвращаясь утром тем же кружным путем, каким и пришел, он взял с собой два тяжелых камня со скалы. Они были коричневые с темно-синими крапинками и ужасно тяжелые. Ингер не пришла. Тянулись уж четвертые сутки. Он подоил коз, как в те времена, когда жил с ними один, и некому было этим заняться. Потом пошел к каменной россыпи и натаскал во двор большие кучи подходящих камней для ограды. У него было много грандиозных затей. На пятый вечер он лег спать с маленьким подозрением в сердце. Но, впрочем, прялка и часальные доски оставались же тут, да и бусы тоже. Опять пустота в землянке и ни единого звука. Часы тянулись долго. И когда, наконец, снаружи послышался какой-то топот, он сообразил, что это ему только почудилось. «О, Господи!» — промолвил он, проникнутый своей заброшенностью. А такие слова Исаак произносил не зря. Но вот он снова услышал тот же топот, а немного спустя что-то промелькнуло под окнами, что-то такое с рогами, живое. Он вскочил, метнулся к двери и увидел призрак. «Бог или сатана!» — пробормотал он, а такие слова Исаак произносил только в крайности. Он увидел корову. Ингер и корову. Обе они скрылись в хлеву. Если б он сейчас не стоял и не слышал, как Ингер тихонько разговаривает в хлеву с коровой, он не поверил бы самому себе. Но вот, ведь стоит же он! В ту же минуту у него мелькнуло дурное предчувствие. «Спаси ее, Господь! Она, разумеется, необыкновенная, чертовски замечательная баба, но что чересчур, то уж чересчур!» «Прялка и чесальные доски куда ни шло! Бусы-то, положим, подозрительно щегольские, ну да бог уж и с ними! Но корова, которую она нашла, может быть, где-нибудь на дороге или в загоне, ведь хозяин ее хватится и непременно разыщет!» Ингер вышла из хлева и сказала, горделиво улыбаясь. «А я привела свою корову!» «А-а-а-а-а!» ответил он. «Я проходила так долго, потому что с ней нельзя было идти шибко по горам. Она стельная!» «Так ты привела корову?» сказал он. «Да», — ответила она, чувствуя потребность поговорить от сознания своего богатства. «Уж не думаешь ли ты, что я вру?» прибавила она. Исаак опасался самого худшего, но остерегся высказать свои подозрения и проговорил только «Пойди поешь!» «Ты видел корову? Разве не красавица?» «Чудесная! Откуда она у тебя?» спросил он со всем равнодушием, на какой был способен. «Ее зовут Златорожка. Зачем ты сложил эту ограду? Ты уморишь себя работой, тем кончится. Да пойдем же, посмотрим корову!» Они пошли. Исаак был в одном белье, но это ничего не значило. Они очень тщательно осмотрели корову, осмотрели все отметины, голову, вымя, крестец, бока, красное с белым, тощее. Исаак осторожно спросил. «Как думаешь, сколько ей лет?» «Думаю», — отозвалась Ингер. «Ей аккурат пошел четвертый год. Я сама ее выходила, и все, кто ее видал, говорили, что отруду не видывали такого умного теленка. Как, по-твоему, хватит у нас для нее корму?» Исаак начинал верить в то, чего ему так хотелось, и заявил. «Что касаемо до корма, так корма для нее у нас хватит». Потом пошли в землянку, поели, попили, посидели. Улеглись спать, разговаривали о корове, о великом событии. «Разве не красивая корова? У нее будет второй теленок. Ее зовут Злоторожка. Ты спишь, Исаак?» «Нет». «А что до этого, так она меня сразу признала и пошла за мной, словно вчерашний ягненок. Мы с ней часок поспали ночью в горах». «А, придется все лето держать ее на привязи, а то она убежит, потому что корова, она корова и есть». «Где же она была раньше?» спросил, наконец, Исаак. «У моих родных. Они не хотели отдавать ее, а ребятишки плакали, когда я ее повела». Возможно ли, чтобы Ингер умела так замечательно лгать? Разумеется, она говорила правду, что корова ее. Теперь на усадьбе во дворе стало важное обзаведение, можно сказать, ни в чем не дохватки. Ох уж это Ингер! Он любил ее, и она отвечала ему взаимностью. Они были неприхотливы, жили в век деревянных ложек и были счастливы. «Пора спать», думали они. И засыпали. Наутро просыпались для нового дня, и тут всегда находилось то одно, то другое, над чем помаяться. Ну да и горе, и радость, такова уж жизнь. Взять хотя бы для примера эти бревна. Не попробовать ли ему сложить их? По этому поводу, бывая в селе, Исаак смотрел в оба, и, надумав план постройки, решил поставить сруб. А разве это ему не до зарезу нужно? Во дворе прибавились овцы, прибавилась корова, коз стало много и будет еще больше. Скотина уж не помещалась в своем отделении в землянке. Надо же было найти какой-нибудь выход. И лучше приняться за дело сейчас, пока мест свела картошка и не начался сенокоз. Ингер кое в чем ему пособит. Исаак просыпается ночью и встает. Ингер после путешествия спит, как убитая. Он идет в хлев. Теперь он говорит с коровой не так, что слова переходят в приторную лесть, а тихонько оглаживает ее и исследует во всех местах, нет ли где метки, товра, положенного неведомым хозяином. Он не находит никакой метки и удаляется с облегчением. Вот лежат бревна. Он начинает катать их, поднимает на каменную кладку, прилаживает прорез для окна, большой прорез для горницы и маленький для клетки. Это было очень трудно. Он весь ушел в работу и позабыл о времени. Вот задымила крыша на землянке, вышла Ингер и позвала завтракать. «Что это ты затеваешь?» спросила она. «Ты уже встала?» ответил Исаак. «Ох уж этот Исаак, такой скрытный, но ему нравилось, что она спрашивает, проявляет любопытство и обращает внимание на его затеи. Поев, он перед уходом посидел немножко в землянке. Чего он ждал? Да что же это я сижу, сказал он и встал. Дело-то ведь хоть отбавляй, прибавил он. «Дом, что ли, ты строишь?» спросила она. «Неужто не можешь ответить?» Он ответил из милости. Он был преисполнен необыкновенной гордости от того, что строит, и сам со всем справляется, потому и ответил. «Ты ведь видишь, что строю?» «Ну да». «Так, так». «Как же не строить?» сказал Исаак. «Ведь вот ты привела корову, надо же ей хлев!» Бедняжка Ингер, она была не так умна, как он Исаак, венец создания. И было это до того, как она узнала его, научилась понимать его манеру говорить. Ингер сказала. «Да ведь ты же строишь не хлев!» «Ну, — ответил он, — похоже больше, что ты строишь избу. Так оно и есть». «По-твоему, так?» сказал он и взглянул на нее с напускным непониманием, даже как будто бы пораженной ее мыслью. «Да». «А скотине останется землянка?» Он подумал с минуту. «Пожалуй, так оно будет лучше». «Вот видишь, — победоносно проговорила Ингер, «я тоже не так-то уж проста». «Нет». «А что ты скажешь насчет клетки-пригорницы?» «Клеть? Тогда будет совсем как у людей. Ох, если бы у нас так вышло!» «Так вышло!» Исаак строил, сколачивал углы и закладывал венцы, одновременно складывая очаг из подходящих камней, но последняя работа плохо у него ладилась, и Исаак по временам бывал недоволен собой. Когда начался сенокоз, ему пришлось оставить стройку, ходить по косогорам и косить. Огромными копнами приволакивал он домой сено. В один дождливый день Исаак сказал, что ему надо сходить в село. «Зачем тебе туда?» «Да и сам хорошенько не знаю». Он ушел и проходил двое суток. Вернулся с печкой, прополз через лес с плитой на спине. «Да нет, ты просто не человек!» воскликнула Ингер. Исаак разобрал очаг, который так и не подходил к новому дому, и поставил вместо него печку. «Не у всех есть такие печки», сказала Ингер. «Господи, помилуй нас, грешных!» Сенокоз продолжался. Исаак кучами таскал сено, потому что лесная трава далеко не то, что луговая, а гораздо хуже. Только в дождливые дни ему удавалось поработать на стройке. Она подвигалась медленно. Даже в августе, когда все сено было убрано, новый дом был доведен едва до половины. В сентябре Исаак сказал, что так не годится. «Сбегай-ка в село и приведи мне на подмогу работника», сказал он Ингер. Ингер в последнее время что-то раздалась вширь и уж не могла бегать, но, разумеется, собралась в дорогу. Но тут муж вдруг передумал. Он снова загордился и решил сделать все один. «Незачем беспокоить людей», сказал он. «Я и один справлюсь. Тебе не справиться. Помоги мне только поднимать бревна». Когда подошел октябрь, Ингер заявила, «Мне больше не в моготу». Это было очень досадно. Надо было непременно поднять и положить стропила, чтобы покрыть дом до осенних дождей, а времени оставалось самая малость. Что такое, стряслось с Ингер? Изредка она варила козий сыр, но большей частью только по нескольку раз в день переносила с места на место прикол у злоторожки. «Принеси большую корзину или ящик, или что-нибудь такое в следующий раз, как пойдешь в село», попросила раз Ингер. «На что тебе?» спросил Исаак. «Нужно», ответила Ингер. Он втаскивал стропила на веревке. Ингер подпихивала только одной рукой, но как будто помогало уже одно ее присутствие. Дело подвигалось медленно. Крыша-то была невысока, но балки неимоверно велики и толсты для маленького домика. Некоторое время держалась ясная осенняя погода, Ингер одна выкопала всю картошку, а Исаак успел покрыть избу до начала затяжных дождей. Козы уже переселились на ночь в землянку к людям, и это ничего, все было ничего, люди на это не жаловались. Исаак опять собрался в село. «Принеси же мне большую корзину или ящик», опять сказала Ингер тоном умильной просьбы. «Я заказал себе несколько оконных стекол, которые надо принести», ответил Исаак. «Да еще заказал две крашеных двери», ответил он важно. «Вот что, ну так придется обойтись без корзины». «Да на что она тебе?» «На что?» «Да где же у тебя глаза?» Исаак ушел в глубоком раздумье и вернулся через двое суток с окном, дверью для горницы и дверью для клетки. Кроме того, на груди у него висел ящик для Ингер, а в ящике были разные съестные припасы. Ингер сказала, «Уж дотаскаешь ты когда-нибудь до смерти». «Хм, до смерти?» Исаак до того был далек от смерти, что вынул из кармана аптечный пузырек с нефтью и дал Ингер с наставлением усердно принимать ее, чтоб поправиться. А тут же были окна и крашеные двери, за которые он мог приняться, и он сейчас же бросился их прилаживать. Ах, и что же за дверки! Подержанные, правда, но отлично выкрашены заново, расписаны красной и белой краской, они красовались на доме словно картинки. И вот они перебрались в новый дом, а скотина распространилась по всей землянке. Одну овцу с ягненком оставили при корове, чтоб той было не так скучно. Пустынно жители зашли далеко вперед, просто чудо, как далеко.